Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Сегодня, 9 апреля 2014 года, мы начинаем делать запись в нескольких роликах, потому что уже несколько лет об этом люди просят, и как-то так сложилось, что в начале именно сегодня мы. Мы берем вот что. Жития рассматривается для интернета. Я насчитал жития, это много лет назад, еще до ареста, все 12 томов и 2 тома, это 2-3 том на столе книги священнослужителя, где я их сравниваю, нашел, что 174 жития отсутствуют, то есть они более поздний период, чем Дмитрий Ростовский. Но они там считаются так, первый век насчитанный, я из всех выбрал за 365 дней, потом второй век, и в таком порядке развернутое как бы движение церкви было. А тут у меня 7-8 том открытым оком, вот здесь видно. Я отвечаю в университетах, где вел занятия тогда, и по радио, я заранее даже объявлял, что буду отвечать сейчас по Слову Божию и по житиям святых. Для людей было это открытие. Жития святых мало известно. Если Библия кому-то где-то продается, достается, но Слово Божие легче достать, чем жития, тем более полностью. Вот сейчас она продается, где-то 12 книг, 6,5 тысяч, это не каждому по карману. Я в соборе был, или даже чуть побольше может быть. Хорошее издание видно, потрясшее. Так вот, здесь мы будем сейчас засчитывать определенные вопросы, которые мне задают, а не в писанном виде. Потом дома я уже более подробно их отвечаю. Там я не по книгам отвечаю. Ответы даются прямо по вопросу, а здесь я их расширяю еще и местами священного писания. Копируется полностью в кавычки цитата, мы так и будем произносить. То есть, 1173 жития, которые по объему больше, чем поллиста, поллиста. Вот мы их берем сюда и вставляем в ответ. В кавычки, то есть не добавляется где в кавычки ни одной буквы. Прямо оттуда копируется и вставляется. Дело в том, что когда начинаешь это показывать, священники говорят, да нет этого там, откуда вы это берете-то? Я говорю, у вас жития есть? Конечно, есть. Но посмотрите у себя. Посмотрели, правда, там есть. Вот когда это высветишь, человек начинает тогда смотреть по-другому. Заинтересовало все житие тогда. Мы здесь думаем, так, в двух томах, это седьмой, восьмой том, 400 ответов я даю, 400 вопросов. И они у нас, этот цикл бесед всегда назывался «Во свете Библии», «Во свете Библии», «Открытым оком». Здесь добавляем два слова, «Жития святых». То есть все эти ролики, ну, продолжительностью не меньше, как полчаса, и где закончится там, подальше немножко будет. «Во свете Библии», «Открытым оком», «Жития святых». Это он наступил, видишь, что делает этот. Вот. Я не то сделал. Так, где-то надо, вот было. Вот. Это у нас брат Игорь Третьяков. Игорь Владимирович, я попросил, вчера только некому было читать. Мы стали молиться, и сегодня Бог прям вывел меня на него. Это наш брат. И его жена Юлия Викторовна, кажется, так, смотри, чтобы он не уронил этот софит, маленько ему лапы назад. Вот, балуется. Она будет читать вопросы, задавать. Брат Игорь будет читать Слово Божие и выдержки священного, это, из «Жития святых». Но я, где можно будет, там прочитаю свои слова, какие я отвечаю. Моих слов там меньше всего будет. Итак, приступаем. У двенадцати томов эпиграфом взят вот этот стих. Там, в «Житиях святых» напечатан. Я тоже сюда его перенес. Считаю. Послание к евреям, тринадцатая глава, седьмой стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Вывод вот какой отсюда, что поминать надо, поминать надо тех, которых мы знаем, ну, православных принятых, которые канонизированы. Но не всех, а которые проповедовали, а проповедовали Слово Божие, не вымыслы человеческие, не те, которые прятались в пещеру и уходили в пустыне. «Вам проповедовали, и, взирая на кончину их жизни, то есть, если они до конца жизни такими были, вот тогда подражайте вере их». А подражать вере столбников, пустынников, египетских, нет такого призвания, нигде нет. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу, и тем, которых видите образ наш. Речь идет о проповеди. Потому что за отсутствием проповеди пришла тьма и гибель. Итак, седьмой том «Открытым оком», у меня 30 томов их вышло книг. Вот этот вопрос, 1801, пожалуйста. Какие жития наиболее нравятся вам, которые схожи с тем, что вы делаете, что проповедуете? Да, вот вопросы задают люди разные. Тут были люди, которые говорили, ну, а что он задает вопросы? Он сам вопросы написал, он сам отвечает. Ну, специалисту не надо говорить, это очень нравится. Да, тем более у меня все это сидят люди, которые ходили на занятия в университете. Кто-то слышал, я вел три радиопрограммы. Это не выдуманные вопросы, это не за чашкой чая. Это люди, которые серьезно интересовались своим спасением. Я вел занятия в пяти институтах, университетах там, и люди очень разные. Итак, ответ, я отвечаю. Мне нравятся те жития, где люди похожи на людей, где в основу берут слово Божие и мудрость от Бога. И в эпиграф к этому опять же дальше. Якова 5,17. Илья был человек, подобный нам. Когда я стал говорить, ну, Илья святой, за ним нам не углачься. Илья подобный нам человек был. Вот это мне нравится, он подобный нам. Человек, у которого те же могут быть ошибки, та же раскаяние есть. Он живой человек. Это не то, как сегодня святой, только смотреть, там на вершине столпа кто-то светится. Александрийский столб в Санкт-Петербурге. И далее. Илья М4,15. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Почему я взял как бы эпиграфом к этому? Мы все люди еще в процессе движения, развития, и падаем, и ошибаемся, все будет. Так вот, мы имеем такого первосвященника, который может нам сострадать, может прощать. И мы к нему пришли. Но я с науком речь идет. Который, подобно нам, искушен. Илья, подобный нам, и Христос, подобно нам, искушен. Только он победил искушение, а мы, бывает, не выдерживаем его. И филиппийцам. Филиппийцам, 3,17. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Вот какие мне жития нравятся. А так как я их насчитывал все, и составлял симфонии, то так выборочно где-то, в общей сложности, около 12 раз мне пришлось все эти 12 книг пройти. Один раз насчитать, потом заодно прослушать, я уже не читал, прослушивал. Составил на них симфонию, книгу издал, симфонию на жития святых. Потом каталоги составлял, ну, по разным тематикам, и не подряд, конечно. Итак, «Житие Феодора Студита», 11 ноября. Почему он взят? Это то, что мне нравится у Феодора Студита. Не вся его биография, а конкретно какой эпизод его жизни. Это образ собирательный для меня. Я в житиях святых кое-что находил и к себе принимал. Я на вопрос отвечаю. Цитата. «Если же некоторые и роптали на него, то он не обращал на то внимания, ибо не на то он взирал, что о нем говорят ропщущие, но заботился о том, дабы деятельность его сделалась угодной Богу». Конец цитаты. Понятно. Еще «Житие» Минодора, 10 сентября. Цитата. Познание об Иисусе Христе, распространяемое в мире проповедью о нем, апостол Павел сравнивает с благоуханием мира. Как в Ветхом Завете сосуды священные и служители скинии, помазываемые миром, распространяли вокруг себя благоухание, так в Новом Завете апостолы, будучи как бы сосудами благовоннейшего мира, познание Христа, были исполнены благоухания, и проповедуя Христе, распространяли это благоухание повсюду. Господь наш Иисус Христос одержал победу над начальником зла и оставил нам пример отражать искушения дьявольские, победоносным оружием Слова Божия. Конец цитаты. Что мне нравится? Из этого «Жития» эти слова – это полное доверие Христу и победоносное служение с оружием Слова Божия в руках. Пожалуйста. «Жития Иустина Философа» 1 июня. Цитата. «Пробыв в Эфесии довольно времени, он снова возвратился в Италию и, по примеру апостола, всюду в пути проповедовал Христа, обращал путем прений к святой вере иудеев и эллинов и утверждал в ней верных». Это что мне нравится? Какие «Жития» подходят мне? Вот эти выписки я взял из «Жития Иустина Философа». Вот объезжая, встречаясь, такие мы делаем большие путешествия. Вот нынче, если Господь благословит, у нас желание проехать через Грецию, через Украину сначала, до Португалии, побыть в Англии, там готовиться встретить, пройти Скандинавию, переплыть в Прибалтику и почти 120 городов мы должны пройти еще в России по северу. Это в течение лета. То есть, ну вот я гляжу на это, и мне это дорого. А как Бог примет? Ну откуда нам знать, как примет? Ну по слову Божьей это сходится. За Бога как отвечать? Я принял апостола Павла, а как я там могу знать? Еще «Жития». Жития Киприана Карфагенского, 31 августа. По старому стилю, это 31 августа, церковь отмечает память его. Цитата. Кроме сего, святой Киприан являл великое милосердие и бедствующим. Великое милосердие и сострадание ко всем обиженным и бедствующим. Он был помощником, сиротом, странником, нищим и больным. Конец этого. Я взял, скопировал сюда из книги. Я не знаю, это надо будет людям или нет, но пока... А отзывов-то нету. Но пока прочитаю так. После почти каждого ответа у меня стоят стихотворения. Вот это стихотворение мной написано. Я разными цветами тут шрифт такой большой взял, чтобы Володя снимал. Тут Володя снимает Пащенко. У нас главный... Тут кто? Режиссер или как сказать? Оператор. Я сам прочитаю стихотворение это. Незаменимых нет, как всюду говорят, подчеркиваю, важность индивида. Но отошел боец и рухнул целый ряд. Нет миротворца и кипят обиды. Хотя один не воин среди поля, но умер вождь и вдовами все жены. Харизма есть особенная доля. Уметь лечить смертельно прокаженных. Как надо их хранить, ценить, благоговеть, когда они живые среди нас. Они летят. Увы, бойцов не долог век. Высок ли Павел был? А может, коренаст? Да, не смогли спасти Самсона уберечь. От пули Пушкина закрыть бы чем попало. Остановить над Павлом уже сверкнувший меч. За Достоевского пойти в его опалу. При жизни оценить чудесный бриллиант, заложенный в прощу, в библейскую оправу. Вопросы за вопросами мог поднимать Атлант. Кривое, левое, все выпрямляя вправо. Жезву Моисея память погибшим с фараоном. Кадиль несобожженных кощунеки коснуться. Но умер вождь в горах. Несметные уроны. Не раз врагу победа пред идолам согнутся. Цените златоуста. Здоровьем ослабевший он потрясает капедры и троны самодержцев. Мы без него на поле, увы, загнемся пешкой. Так хорохорившееся перед тенью дерзко. Не каждому дано быть лидером в атаках и в мирных хижинах по правде спор решать. От страха могут многие тесниться над клавакой. И бестолощу бесперешешмельтешить мешать. Незаменимых нет. О том творца попросим. Замену нам прислать и наградить достойно. На новые посевы падут дожди и росы. Да живет овца и разродится тройней. Это 11 лет назад я написал стихотворение. Далее. Еще один. 13.7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Для многих православных этот стих невыполнимый. А они не имели таких наставников, которые проповедовали. Были кто исповедовал. Хорошие духовники здесь проповедовали Слово Божие. Слово Божие это Святая Библия и Священное Писание. Название одно. А оно показывает авторство Бога. И поэтому везде и всюду авторитет Божий. Никакие каноны, никакие соборы, ни житья. Никто и ничто не может превышать Слово Божие. Все остальное базируется на нем. И потом, мне исключительно понравилось выражение неправославного человека Мартина Лютера. В мире есть одна книга Библия и одна личность Христос. Все должно быть к ним направлено и исходить из них. Дальше вопрос, пожалуйста. Вопрос 1802. Издают маленькие книжечки с избранными житиями. Почему всегда издаются только одни и те же жития? Их не более 50. Это издатели нам облегчают возможность приобрести их? Или остальные не столь необходимы нам? Это по сегодняшний день так же. Ответ. Я отвечаю. Если бы издавали, пусть и не полное жития, но серии, то есть всеохватно, тогда это предположение можно было бы принять. Но выбрасывает из житии чрезвычайно тенденциозно убирать то, что может натактнуть на определенные размышления. Жития безжалостно стилизуются, кастрируются совершенно определенной целью приукрасить, показать монашество в героическом возвышенном виде, в золото сияющей патетике. Ни жития Иерона, ни Феодота, ни других нестандартных героев веры не издают в отдельном виде. И в честь их вы не встретите храмов, нет среди нас и людей с такими именами. Хорошо знают Александра Невского, Сергия Радонежского, про новых матронушек и про юродивых. Причина только в том, что на Руси, судя по житиям, никогда не заводилась вера евангельская, но афонская, пышно-византийская в богослужениях. На русскую землю пришла не проповедь евангельская, а уставное в богослужении требы. На том и простояли более тысячи лет. Прощите несколько раз вот эти два изречения апостола Павла. Галатам 2.14 Но когда я увидел, что они непрямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Вывод. По истине евангельской надо поступать. Да к кому он противостал? Да те, которые были. Главный Верховный, как на его такое, как это, эпитет или прозвище, у Петра. Противостал Петру. Самому близкому другу, который ввел его в круг апостолов Варнава, его земляк. Он против него восстал. Истина дороже. Дороже Цицерона, дороже Платона, дороже Сократа. Эту свободу нам отстоял апостол Павел. Итак, мы должны поступать поистине евангельской. Вот сейчас я больше-то обращаюсь к православным. Другие-то, которые не православные, они Библию-то в руках держат, они понимают, о чем написано. Православные не понимают. А как по-евангельской-то? Ну как, заведено у нас, посты соблюдаю. Ну и проще такое. В Нравсино живу... Не об этом здесь речь идет. В Нравсино живут многие люди, не христиане. Вы не думайте, что мусульмане все только голову режут. Или буддисты, они только умеют сидеть ноги скресив. Они много добра делают. Тоже есть очень благодетельные люди. И у коммунистов были хорошие люди. У разных-разных людей. Речь идет по-евангельской. А чтобы по ней поступать, по этой истине, его надо знать, Евангелие. Не Евангелие только, а весь Новый Завет и все Священное Писание. Дальше. Филиппийцам 1.27. Только живите достойно благовествования Христова. Чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Не за православную, не за католическую, а за веру евангельскую. Так она православная, не евангельская. Ну, теперь мы будем смотреть. Опережать события не будем. Это поймут те, кто хорошо знает Евангелие. Апостол Павел призывает непременно все сравнивать с Евангелием. Мы никакой здесь новизны не вносим, никакой ереси здесь нет. Не надо от страха падать. Судить Бог будет по Евангелию на страшном суде. И поэтому мы должны так настроить себя, чтобы преобразиться в этот образ. 1 Тимофеевич, 4 глава, 16 стих говорит. Вникай в себя и в учение. Такой я, так или нет. И занимайся этим постоянно. И вот поступая так, спасешь себя и слушающих тебя. Отсюда вывод. Они поступают так. Ни себя не слушаешь, их не спасешь. Слишком много поставлено на это. Поэтому взор никуда не отводить нашего Иисуса Христа. И что он сказал? Говори, Господи. Это на молитве надо говорить. У нас это принято. Мы поднимаем руки, молимся, а потом говорим. Говори, Господи, слушай и ты слышит, раб твой. Нужно научиться слышать, что через совесть Бог положит на сердце. Эти сверх крамольные Павловы речи как-то проникли же на Русь. Жить по Евангелию. И они более тысячи лет почти никому не потребовались. Так и остались за стургущеном виде горевать на полочках у архиереев и у грамотных городских батюшек. Поступать прямо по истине евангельской. Найдите мне хотя бы одного такого священника, который бы ратовал за это. Чтобы он старался каждый стих, деяния апостолов, воплотить в своем приходе. Возможно ли такое? И мог ли апостол Павел просить русских людей жить достойно благовествования Христова, если этого благовествования Христова не было, нет и не предвидится? Я говорю страшные слова. Батюшки обижаются. Ну мы же проповедуем. Батюшки, не я судья, судья слова. Это 12 глава, 48 стих Евангелия Оттянной. Я не сужу, Господь говорит. Слово, которое я говорил, оно будет судить. В его свете надо себя проверять с утра до вечера. И с вечера до утра. Согласно научения Батюшкиного, согласно кургузах житий, которые обрезаны такие продают, которые столетиями кромсала пещерная мысль отшельника, это еще найдете. Но за веру евангельскую подвязаться, бороться, что кромольнее этого можно сегодня придумать? Это же полную революцию надо в храмах делать. В Евангелии написано, Христос выбросил торговлю. Выбросил. Два раза? Два раза. С чего непонятно-то? Канонические правила говорят, даже в церковной ограде не должно быть торговли никакой. Везде мамона, мамона, мамона. Мы сейчас были в соборе здесь, мы из Барнаула. Собор архиерейский. И там цены. Во время Великого Поста поминальники. А одно имя. За здравие, за покой, разницы нету. 50 рублей. А одно имя. А я посчитал, у меня каждый день я поминаю, допустим, 350 имен. Я уж миллионером стал бы. Так я к тому еще тысячу поклонов кладу. Не то, чтобы не сказать, ну не за деньги, смешно даже было бы. 50 рублей. И дальше они говорят, на сколько дней. Дальше силу теряются, надо заново платить. То икону украсит ради праздника. И вот везде надписи все собирают, просят. Вера храмовая, вера иноческая, с их вычурными, подстать театральными подвигами, переодеваниями в мужскую одежду женщин, блужданиями по островам и горам. Тысяч монахов. Это на слуху. Родившись в такой среде неевангельской, став иноком и епископом, он всякое отклонение от этого трафарета мышления заранее объявляет неправославным. Видит в этом посягательство на веру своих предков. А по Евангелию-то там ничего и нету. Но они бьются, они еще у власти, не понимая, что все идет на нет, сходит на нет. И потому житья святых, чей жизненный путь прошел под лучезарным светом Евангелия, кто жил по-первоапостольски, они мешают их лучше скрыть. Потому такие одиозные житья нам и подкладывают. В полных житиях, в древних иноченских уставах найти можно много интересного, кричащего неевангельского, что противно и здравому смыслу, а не только православному слуху. Вот такой мой ответ. Вопрос 1803. Можно ли полностью доверять тому, что написано в житиях у Дмитрия Ростовского, у Филарета и у других? Я отвечаю. Полностью можно доверять только Священному Писанию, то есть Библии. А жития писали через столетия после жизни тех, кого хотели сделать более известными. Все их разговоры, прямая речь, видение, все это часто плод писательской благочестивой фантазии. Воображение патриота-монаха, ратующего за расположение, расположение монашествующих, чтобы их было больше, расплодились. Подлинно только те жития, что есть в Библии, а таких очень мало. Почти везде добавки, выдумки, видения и сновидения, как сами жизненные писатели пишут. Якова 3.17 Я выделяю только одно слово. Без пристрастия. Как это трудно. Вот люди судятся перед нами. Но один наша вера, а другой не наш. И, к слову, скажем, мусульманин. Ну как мы будем судить? Без пристрастия надо смотреть. Учитывая то, что он Евангелие не считает тот человек. Это надо учение брать. С нас нам много дано, и поэтому с нас очень много спросится. В житиях очень много написано пристрастно. И как всякий полемист, лишь бы добиться победы, пишет, выдавая желаемое за как бы бывшее. И стилизация под существующей строй допускалась, как пишут исследователи. Были бы эти писатели такие же верные Иегове, как Михей, пророк, тогда и житий этих не было. А все они вместились бы не в 12 книг, а в одном стихе, который отсеял бы все это подыгрывание. Считаем. 2 Паральпоминон 18.13 И сказал Михей, жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изреку я. Евреям 13.7 Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Тут многое я вставляю, это начало такое, разгон. Кто прятался от людей, все эти пещерники уже не были бы в житиях, если бы следовал Дмитрий Ростовский совету апостола Павла. Они не проповедовали, их вообще бы не надо в житиях. Согласно, кого поминать-то? Поминайте, которые проповедовали. Кого проповедовали когда-нибудь молчальник, затворник, пещерник, пустынник. Но сами слова говорят, что они, эти люди, ушли от людей. Они прятались от них. Они не попадают. И поэтому поминать-то мы нечего. И тех, кто не проповедовал Слово Божие, их тоже нам и знать не следовало бы. Быть может, согласно этому же совету апостола Павла. Житие Дмитрия Ростовского. 21 сентября. Цитата. Следующая цитата. Августа 10-го 1685-го года, повествует сам Дмитрий, в понедельник услышал я благовест за утреннее, но по обыкновенному своему ленивству, разоспавшись, не поспел к началу и проспал даже до чтения псалтири. В сие время видел следующее видение. Цитата. Казалось, будто поручено было мне всмотрение некоторая пещера, в коей почивали святые мощи. Осматривая со свечою гробы святых, увидел там же якобы почивающую святую великомученицу Варвару. Приступив к ее гробу, узрел ее лежащую боком, и гроб ее являющий некоторую гнилость. Желая он ее очистить, вынул мощи ее из раки и положил на другом месте. Очистив раку, приступил к мощам ее и взял он ее руками для вложения в раку. Но вдруг узрел в живых Варвару святую. «Святая Дева Варвара, благодетельница моя, умоли Бога о грехах моих!» Воскликнул я. Святая ответствовала, будто бы имея сомнение некое. «Не ведаю. Умолю ли? Ибо молишься по-римски?» Далее. «Думаю, что сие мне сказано для того, что я весьма ленив к молитве и уподоблялся всем случаям римлянам, у коих весьма краткое молитвословие, так как и у меня краткая и редкая молитва». То есть, во-первых, это сновидение, а во-вторых, толкование начинает он, еще уверенности никакой нет. Слово «римлян» переносит совершенно к римлянам не относящиеся. У них длинные такие моления, тем более он раз монах самолит, то и должен сравнивать не с мирянами себя, не с колхозниками. У них очень длинное моление. Но если это никто не знает, посчитайте отверженный Викторий Гуго. Он описывает монастыри, из монастыря пишет. Дмитрий смиренно замечает. «Бог ведает, что сей сон знаменует, и каково оного события воспоследствует. О, когда бы молитвами святой Варвары, покровительницы моей, дал мне Бог исправление злого и окаянного жития моего». Ну, давайте поймем, что он не выламывается перед народом, как грешный, супергрешный, архигрешный. Но в самом деле, окаянное его житие. Что он может сказать? Злое окаянное его житие. Это его слова, я не добавляю ничего. Что я могу от него принять? Это человек со Христом не встретился, живет в грехах, как долго спит. И какие у него сновидения-то будут-то другие? Зачем они сновидения? Кто видел сон, написано, рассказай, как сон. Что общего у зерна с Микиной? Писание об этом говорит-то. И он не знает, а что за этим воспоследствует-то, что за это будет-то, что он видел-то. Я только подумал, Варвара, как ей не везет. При жизни столько она перестрадала. За нее ухватился тоже, за мертвую уже, патриарх Алексей Второй. Я на днях рассказывал. С министром обороны Грачевым. Мы что не придумали? Уязвимость наших ракет очень большая. Почти тройной слой, где ее могут перестрелить ракету. Ну где? Надо сделать под землей. Но под землей, это значит шахты, в горах, и раскрываются там бункер бетонный. И покровительность, она до кого-то избрали, Варвару. А почему? Она от отца Диаскоро убегала, и перед ней гора раскрылась и закрыла. Римлянка, девушка, которая не видела, никого не знала. Она жизни не знала. И она должна сейчас охранять ракеты под названием Сатана. Что вообще? Вот это то, что реально. И другое сновидение. Другое сновидение, случившееся через три или четыре месяца после первого. А вот я бы сказал так, что он видел? Гнилость какая-то, ну мощи, трупы. И вот одно гнилье идет, и идет у православных. Я бы вот что тут доказывать еще не надо. Перебирай, не перебирай, это труп остается трупом. Мощи назови их, или мертвое тело. Некоторые боятся слова труп. А что боятся-то? Мертвое, это труп. Считайте, 12 глава Откровения. Написано, два светильника с неба сошли, Енох и Илья. Их антихрист убьет, и трупы их бросит на улицах. Значит, Илья и Енох могут трупами называться, а больше никто не может, или что? Дальше. В 1865 году в Филиппов пост пишет святой Дмитрий в одну ночь, окончив письмом страдания святого мученика Ореста, которого память 10 ноября, почитается, за час или меньше до заутрени лег отдохнуть, не раздеваясь, и в сонном видении узрел святого мученика Ореста с лицом веселым ко мне вещающего сими словами. Я больше претерпел за Христа мук, нежели ты написал. Так, вот, сны. Я спрашиваю теперь, а что о мученике Оресте было известно у Филарета, у других, из тех источников, когда он жил-то, что-нибудь есть? Отвечает, ничего нету. Так откуда он берет-то, когда берет прямая речь, двоеточие, кавычки открывает? Ну, он же автор. Обо мне тоже пишут статьи, что я в детстве видел себя с булатным мечом закованный в латы, что я борюсь, я говорю, откуда вы это брали? Ну, я же писатель. Обо мне лично вот это писали. Я защитник Руси. Что вы думаете? Никаких лат, меча у меня никогда не было. Ружье было. И вот он пишет, что ему надо написать. А мученики Оресте он ничего не знает. А другие, житя, они похожи один на другое. Прямо, ну, где же наберешься? Тысячу сто и разных житий-то. Тут никакой фантазии не хватит. Столько героев. Это же не тихий дон написать. И что? В то самое время учиненных за утренний благовест пробудил меня. И я жалел, что сие весьма приятное видение скоро кончилось. Как бабка какая. Это вообще удивительно. Я недостойный и грешный истинно видел, как написал, а не иначе. Сие под клятвою моею священническую исповедую. Он уходит неверующий. Клятва запрещена всякая. И он клятвой, да еще священнической, да еще бы сказал, накажи меня Бог, как некоторые тут безбожники говорят. Ну, тут ничего нету божественного. Даже просто слабенького христианина нет ничего. Иоанн Златоуст говорит, то клянется на порог, храма не пущу даже. Все жития святых все переполнено клятвами. А Слово Божие говорит, не клянись никак, ни небом, ни землей, ничем не клянись. Никак. Но да, да, нет, нет. А зачем ему клясться? Чтобы поверили. Поверили. А вот как раз, раз ты клянешься, Златоуст говорит, тебе никто и не поверит. Еще раз, если я тебе не верю, клятвы-то и не помогут. И ты уже догадался, что я тебе не верю. А почему не верю? Он выдумал житие это. А почему? А вот почему. Этот арест, когда подошел и говорит, ты обо мне как написал? Он говорит, ну я показал тебя, как всегда там режут. А вот это что показывает? Это перерезанные жилы мне перерезали. А ты что не написал-то? Ну не знал, фантазии-то не хватило. А вот эта вот икра у меня, ее отрезали полностью. Так это во сне он видел, вот еще никто не понятно, что во сне-то было. Кто он был-то? Что за дух? У него никаких данных не было на писание житии. Перед этим, которые были разные лавсайки, духовные луги, лук, и те основания не имели. Архивов никаких нет. Особенно в пустынниках. И надо понимать, область какая, название правителей, правителей прям везде называются. Какой егемон был? Вообще нигде нет ничего об этом. Ну а вам нравится? Мне нравится. Я не скрываю это. Ну, я должен сказать, что заставлять верить, или кто не верит, убеждать его. Мне нравится. Я их насчитывал. Зачем бы я насчитывал, если они не нравились мне? Я обращаюсь к этим образом, особенно евангельские образы, они более подробные. И пишут, что не евангельская, про апостола Петра, разговаривала. Я говорю, откуда узнали? Где-то записано? Да нет, конечно. Про Павла дополнительная, про Тимофея. Кроме написанного в Библии. Это ни одной строчки нет во Вселенной. Даже в архивах папского дворца нет. Нигде нет. Ну а как? Ну, подставь, что он не отрекся, поэтому он ходил, проповедовал. Ну, примерно так бы, разговаривал так. Ну, это же не Библия. Так, теперь житие кого? Житие Иоанна Богослова, 26 сентября. Когда же они вошли вместе в город, и встретила жена по имени Романа, Ромена, прославившаяся даже до Рима злобу и дел своих, которая держала в том городе общие бани. И вот она, нанявший Иоанна и Прохора, приставила их работать в бани и мучила. Хитростью своей она привлекла их обоих в услужение себе. Иоанна приставила поддерживать огонь, а Прохора наливать воду. Того и другого на всю их жизнь. И немало оставались они в толикой беде. Ну как это поверить? Какая-то баба и кого? Любимого ученика Христа, и она его закабалила, и он не мог вырваться. Ну а где же твоя сила тогда? Когда в анапостолах такая была благодать. Ну, и при том, это в житиях. Зачем? Кто написал? Какая ведьма тут сунулась, что приняла двух таких подвижников Христовых? Столпы. Павел называет Столпы, Иоанна и Петр, Кифа, Кифа, подали мне руку. Павла никто никакая ведьма не приняла, ни Петра. Все, кроткий, смиренный был и убежал бы или как-то дальше. В то время, как Иоанн спрашивал Прохора о случившемся, Романа, увидев их беседующими, схватил Иоанна и начала носить ему побои, укоряя и возлагая вину смерти домна на Иоанна. Наконец сказала, если ты не воскресишь домна, я убью тебя. Как будто щенка какого трепет там, это в шитиях все написано. Все. А дальше я стихотворение мое. Вот, еще одно прочитаю. Бог пользуется в деле самым малым, заброшенным, ненужным, завалящим, неважно из чего, из дерева, из стали, одна копейка в банке или целый ящик. Но это малое, попав в пастушью сумку, пристроившись в прощу мальчонки псалмопевца, уже во лбу врагов готовят лунку, пшенищенка течет из плена тестом. Малюсенькие капельки дождя такие глыбы размягчают в поле, слезинки-сиротинки до неба долетят, в руки отважные женщины, ракеты, чудо-колья. И показано в местах, где это сказано. Напрасно христианами враги пренебрегают, их мало за себя не постоят. Но вот уж их дивизии, бригады, позорный крест над скалами маяк. Такие незначительные люди, незнатные, неизвестные в оковах. Растет и ширится из Галилея чудо, победное божественное слово. Что значит проповедь о плотнике распятом и понесли его с десяток рыбаков? Для иностранцев вдруг заговорили внятно и слушатели бросили в огонь своих богов. Христианин с Иисусом ты повсюду не один. Великой немощи всегда Христова сила. Из уст уагнца меч, огонь и дым, сгорают ленины, нейроны и атилы. Перебирая щетки по утрам, высказываем тайные желания, от сырости слезы с грибной головкой храм. Мой враг на водопой пришел нельво-маланью. Каким бы ты себя несчастным не считал, до праха малосильным, убогим, бесталанным, пастущая палка жезл пробьет утробу скал, пустой сосуд с рассветом наполнищ чудной манной. Одиннадцать лет назад. Все пока мне сказали срок не больше полчаса. Это вот мы записали сейчас один ролик. Много пришлось тут считать, а дальше просто ответ небольшой и больше будет взято из жития. Когда жития переиздавались, то были комиссии, которые кое-что хотели выбросить. И какой между ними был разговор, а это уже не так далеко от нас было, и все это запечатлели. Вот это хорошо они сделали. Я получил сведения, можно сказать, из комиссии, которая недавно канонизировала. Канонизировали одного человека, и люди еще живые, которые с ним рядом жили. Ну они попросили, вы его знали, напишите. Они писали, человек молился, постелся, ну это все правильно. Но он говорит, очень много обличал священников-архиереев, что они бездеятельные. Видение было такое, идут архиереи, и вдруг впереди ведут народ, и тут трасса такая, и вдруг остановились, монашка это говорит. Ну я говорю, а что они там стоят-то? Не знаю. Я подошла, они архиереи, ризы задрали, и сели отправляться прямо на асфальте. Ризы свои подняли кверху, ой, что вы, это уберите, это не надо. А что обличал, тоже не надо. То есть вот это стилизация называется. Это сегодня это делается. Тем более деканонизировано 32 что ли человека. Канонизировали, и в течение двух лет разобрались и их из списка святых выбросили. Канонизировать никого не надо. Это запрещает священное писание. Не судите никак. Прежде времени.